В эти минуты в спортивном комплексе Северная Олимпия идет торжественное открытие шестой спартакиады школьников по фигурному катанию. За медали в Сыктывкаре будут бороться 100 спортсменов. За три часа до старта соревнований Светлана Некрасова пообщалась с директором Олимпии. Андрей Горбунов рассказал о некоторых деталях чемпионата. Насколько вообще важно для нашего комплекса, для нашей республики проведение вот такой спартакиады? Я бы сказал, что очень важно. Год назад Федерация фигурного катания Республики Коми совместно с спортшколой Северная Олимпия подали заявку на проведение этих соревнований. И, собственно, вот эту заявку удовлетворили. Эта спартакиада проходит у нас впервые. И вот на самом деле это очень грандиозно, поскольку участвуют спортсмены из трех федеральных округов. Что вообще в программе? Насколько дней рассчитана вот эта вот спартакиада? Сегодня 8 число, первый день соревнований. Вчера был заезд. И, собственно, 11 числа будет понедельник, последний день, и 12 уже отъезд. Ну а по какой системе будут определять лучших? Я же понимаю, что это соревнования все равно. Да. Это очень сложная система, автоматическая. Если вы с вами видите, очень много стоит ноутбуков. Вот. Соответственно, выставляются баллы. Каждый судья выставляет баллы. И потом уже программа сама считает и выставляет средние баллы. Разговор в стенах катка то и дело прерывает репетиция. Чересчур громко. Да и директор слишком уж востребованная фигура в этом месте. Пришлось на время переместиться в фойе. Если говорить о шансах наших спортсменов, то каковы они? Ну я не имею ввиду парные катания, потому что у нас просто нет пары. А вот если индивидуальные взять? Во всех соревнованиях шансы, соответственно, есть у всех. В том числе и у нашей сборной республики Коми, которая представлена 8 спортсменами. Вот. Но оценивая объективно, реальный шанс на пьедестал, так скажем, есть у одного мальчика. Это Дмитрий Алиев, который в настоящее время занимается в Санкт-Петербурге. В нашей сборной 5 ухтинцев и 3 сыктывкарца. Основными их соперниками, как, впрочем, и для всех, станут представители Москвы и Санкт-Петербурга. Насколько я понимаю, да, в этом году это впервые получается так, что Москва и Питер вместе с регионами выступают, начиная прямо с отборочных. Да, да. Если говорить об отношении регионов, как вообще они восприняли эту новость, это новшество, скажем так? Они, конечно же, восприняли это в штыки, поскольку по объективным причинам лучшие спортсмены консолидируются в городе Москва и в городе Санкт-Петербурге. Поэтому наиболее вероятные шансы на призовые места, соответственно, вот у данных двух федеральных городов. Судьи к новшеству отнеслись спокойно. По их мнению, благодаря таким изменениям у спортсменов с периферии появился шанс воочию увидеть лидеров и понять, к чему стремиться. Правда, у экспертов есть опасения, что в финале им придется судить исключительно питерцев и москвичей. Ну, последний, вот сколько, вот я уже шестую спартакиаду провожу, вот начиная с 2003 года практически не менялся. Призеры соревнований это была Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Один раз там Свердловская была, третьими, Мособласть была четвертая, а так в основном эти три команды. Впрочем, отмечают судьи, уровень спортсменов с периферии с каждым годом растет. И вполне возможно, что скоро они потеснят на пьедестале нынешних лидеров. И кто знает, может чудеса случаться уже на этой спартакиаде. Светлана Некрасова, Олег Жуковский, телеканал Юрган. Игорь Жуковский, телеканал Юрган.